Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Еще одна партия, к вашему вниманию, которую сыграл наш российский шахматист Дмитрий Андрейкин. Партия получилась очень веселой и в какой-то мере учебной. Сегодня мы ее и посмотрим. Дима играл черными против известного египетского гроссмейстера Амина Басема. И вот что получилось. Басем сыграл е4. Стандартное развитие ситуации c3, переходы в итальянские построения. И вот последнее время черный не торопится с рокировкой, играют h6. Этот ход чаще всего связан с таким достаточно экстравагантным ходом g5. И за последнее время сыграно здесь уже немало партий. Черный периодически в очень наглом стиле. Демонстрирует, что здесь черные, что они могут выстрелить. Выстрелить, поставить проблемы белым на королевском фланге. Ну что же. Басем играл по науке. Как говорят, по центру. Дима от него не отставал. Мы опять видим, что делаются подготовительные ходы, развивающие. И вот все-таки g5 мы в этой партии увидели. g5. Естественно, такие вот движения, они привносят харизмы на шахматной доске. И ситуации часто, когда черные остаются без рокировки или уходят в длинную сторону, достаточно всегда боевые. Конь c4. Басем играл опять-таки принципиально правильно, по центру. Ну и Дима, в общем-то, от него, можно сказать, не отставал. Как есть такое выражение, на любое движение на фланге надо отвечать контрударом в центре. Дима здесь действовал, мне кажется, наоборот. На любое движение в центре отвечаем по флангу. Ну что ж, g4, конь d2, h5, пользуясь тем случаем, что слон перекрыт, иначе допускать такую связку крайне нежелательно. При слоне на g5, вот эта вот связка просто железная. Слон может вставать на h4, и вот тяжело развязаться становится. Конь f1, как раз-таки подготовка к этому ходу слон g5. Ну и здесь у черных был момент, вполне возможный для хода h4. Сложный ход, не знаю, может быть, вот после слона g5 партии начинают напоминать сразу же знаменитую партию к норн-чегорин. Здесь, в общем-то, действительно может завязаться совершенно страшная заваруха. Например, на hg вот можно вот такие вот удары получить, вечно зеленые партии создать. А слон d8, естественно, я вот покажу вам. Вот такой вот эпалетный мат по линии h. Так играли давно, как говорится, романтика. Ну, хорошо. Ну, наверное, на h4 белые бы продолжали какую-то постановку на e3. Ну, h4, конечно, был ход хорош. Хороший ход был. Но Дима сыграл по-другому. Он решил пожертвовать g3. Говорит это о том, что психологически в таких позициях, если вы уже начинаете создавать что-то, ну, не бойтесь продолжать играть активно. Может быть, даже некорректно, но во всяком случае перед противником ставить конкретные вопросы. Потому что человеку свойственно ошибаться, и хоть и машина будет смеяться над такими движениями, как мы сейчас видим, это чуть ли не грубейший ход g3, по-человечески этот ход вполне играбельный. Конь беж g3, слон g4. Посмотрите, слон выскакивает с темпом, нападает на ферзя. Ферзь c2, ладья g8. Можно было начинать с хода h4 сразу. Ну, в этом случае, в любом случае, конь выходил рано или поздно на f5, и создавалась просто обычная позиция с определенной компенсацией. Ладья g8. Зачитился Андрейкин от хода слон g5, и создает при случае е9 с h4, как я сказал. Конь е3. Машина, опять-таки, советовала здесь играть d4, пытаться на еды, видимо, вскрыть позицию ходом e5. Но мы, опять-таки, я повторюсь, люди. Они бездушные машины. Поэтому нам, людям, часто свойственно ошибаться. Ферзь d7. Подходит к игре ферзь, и черный готовы рокировать. Конь f5. Слон бьет е3. Отдает мощного слона на а7, который стоял очень здорово. И здесь вот первое, что мне показалось, немножко перепугался басэм в этой позиции. Может быть, от того, что так нагло на него полезли, что, безусловно, добавляет вестов к партии, к игре Андрейкина, Дима. Тем не менее, бьет ладьей. Вот он, неожиданный ход. То есть, на мой взгляд, конечно, взять и слоном. Но здесь совершенно было адекватно. Здесь можно было делать ход и d4. Так как всякий ферзь h4, это все иллюзия. Белые могут спокойно играть и f4. Ничего не висит. А всяких ударов здесь нет. Все надежно защищено. Инициатива в этом случае у белых сохранялась достаточно мощная. Ну, то есть, так или иначе, эту пешку надо было сбросить на f5. Ну, в лучшей редакции. Мы видим, что фигуры белых скоординированы. И вот эта видимость атаки по линии g, конечно, она присутствует. Особенно для быстрых шахмат, для блица. Это совершенно идеальная, наверное, ситуация для черных. Но хладнокровные решения здесь у белых были. Но съел ладьей на e3, чем создал как раз-таки почву для дальнейшей вот этой вот интереснейшей партии. e3-0. Белые решили улучшить положение ферзя. Ферзь на c2 оставил очень плохо, безидейным. И Андрейкин очень разумно сыграл d5. Вот мы видим, что пешечная пара, эта пешечная пара может организовывать определенные уколы. Ну, и положение, конечно, коней против... Борьба коней против слонов. Это всегда достаточно интересно. Слон a4 пытается, как говорят сейчас популярное слово, подбайтить ход b5. То есть вынудить b5, как говорится, спровоцировать. И после этого слон бы, может быть, возвращался назад, может быть, на c2. И пешка на b5 являлась бы зацепкой. Но Дима, как говорится, у нас парень хладнокровный, но очень жесткий. d4 пошел Дима, начинает нападать на ладью, конкретику проводит. И Басэм играет ладья g3. Естественно, его решение понятно. То есть он хочет снизить активность черных по линии g. Человеческое совершенно решение. Ну, и черные могли здесь в какой-то позиционном ключе отвечать. Брать на g3, брать на c3, брать на d3. Но у Димы на эту партию были совершенно другие планы. Он играет h4. То есть, как говорится, не отступать и не сдаваться, быть верным своим планам. В общем-то, он был награжден каисой за такую, в общем-то, принципиальность. Ладья беж g8. Ладья беж g8. У черных сохраняется вот эта активная ладья по линии g. Фигуры пока фланг еще не до конца развит. И пытается бассем каким-то образом прицепиться. Но у Димы здесь находится замечательное совершенно движение b5. А впоследствии и e4. Шикарный совершенный ход, который позволяет черным заставить белых ошибиться. Белые забирают принципиально эту пешку. Естественно, конь устремляется на e5. И вот в этой критической позиции бассему стоило просто-напросто уйти на h3. Он мог спрятать ферзян и затем вывести слона на f4. Тем самым, скорее, убивая вот эту вот видимую активность фигур черных. И все-таки, наверное, определенной инициативой уже, как говорится, сбивал всякую инициативу черных. То есть, здесь у него был полный порядок. Но он сразу не понял и продолжил играть принципиально. Сыграл ферзь f4 и прозевал. На самом деле, просто-напросто зевнул. Все-таки вот этот вот замечательный, опять-таки, ход ладья g4. Ладья нападает на ферзя. И белые не могут брать коня из-за взятия на e4. Здесь теряется ферзь. Так как слаба первая линия. То есть, такой вот вариант. Мы видим, что не хватило одного хода. Форточки не хватило, как обычно. И бассейн понял, что дела не самые лучшие сейчас. То есть, после хода ладья g4, черный, по сути дела, развивает свою инициативу в очень быстром режиме. Если не говорить о том, что у них уже выигран. Ферзь h6. Последовало к f3, шах. Король спрятался на f1. Стоило, конечно, уходить на f1. Но, опять-таки, психологически отдавать пешку с шахом, отдавать там с шахом было неприятно. Но это, кажется, когда позиция уже хуже, надо что-то выбирать. Худшее. Лучшее из зо, как говорят. Король f1. Следует еще один удар. Эпалетный мат на f2 угрожает. Поэтому брать на f3 нет времени. Развивают, так или иначе, фланг. Приходится отдавать сразу же слона. Слон e3 играет. Басэм взятия, взятия. Пытаются белые здесь еще найти какой-то ресурс со спасением фигуры. Но здесь партия могла сразу закончиться. Найди Андрейкин ход не f2, а fd3. Совершенно потрясающий ход. Отвлечение. На fd3 вот этот эпалетный как раз мат. Но, да, и gf тоже нельзя из-за такого красивого мата на f2. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Конечно, концептуально было бы очень красиво. Но Андрейкин, Дима у нас парень практичный. Практичность. Это одно из лучших. Одно из его лучших качеств. Ферзь бьет f3. И ладья f4. Еще один четкий жесткий ход. И, по сути дела, белый уже проигрывает, естественно. Ферзь h5. Конь f2. Король g1. Ферзь e3. Классный совершенный ход. Теперь угрожает спертый мат. Ну, я покажу вариант на всякий случай для любителей эстетики. Опять конь. Конь матует. Конь это очень опасно вокруг короля. Берегитесь. Меняйте коней. Особенно в быстрые шахматы и блицы. Итак, после ферзь e3, шах h8, король b7. Басэм попытался найти спасение в вечном шахе. Естественно, черные теперь не бьют, а игнорируют этого слона. И угрозы, опять-таки, возобновились. От них нет защиты. И после хода h3. Дима сыграл конь d1. Шикарный совершенный ход. И белые получают форсированный мат. Ну, я покажу. Здесь белые сдались. Здесь белые сдались. Потому что ни король h1, ладья f1, король h2, ферзь g3. Ни король h2, ферзь g3, король g1, ладья f1. Не спасают. И вот эта партия, она, конечно, хороша была. И изящна. Можно сказать, что за такой напор в партии Дима и был вознагражден, как я сказал, каизой. Так что умейте создавать ситуации, при которых ваш противник может ошибаться. И тогда у вас, естественно, появится шанс. Даже против топа игрока. Ну, и обратите внимание, как принципиально, какую линию поведения вел Дима на протяжении всей партии. Он шел на короля, и он до него добрался. Ну, что же. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok